Всем добрый день, меня зовут Эскин Нурбеков, я директор по правым вопросам фонда развития интернет-инициатив, где сегодня проходит конференция. Я сегодня буду вести панель. Панель продлится у нас полтора часа, она у нас перед обедом, поэтому я буду очень жестко моделировать. И у нас сегодня несколько докладчиков. Виктор Наумов был заявлен управляющий партнер Санкт-Петербургского офиса и руководитель российской практики в области инструкциональной собственности и TMT Dentons, но он, очевидно, прогуливает, но я знаю, по какой причине. Также у нас сегодня выступает по WebEx Клаудио Отто, я не знаю, она слышит нас сейчас или не слышит. Добрый день, Клаудио, если вы нас слышите. Также у нас сегодня выступает Александр Тульканов, старший юрист Алекс Бориалис, вот он сегодня вот уже здесь, и коллеги-победители какого-то соревнования международного в Берлине на тему юридических ботов. Их зовут Валентин Пиловаров, LexNet, ИО и Нестор Дубневич. Для того, чтобы начать, мне нужно задать вам несколько вопросов. Во-первых, всем ли здесь в зале исполнилось 18 лет? Ну, поднимите руку, кому не исполнилось 18 лет. Окей, хорошо. Второй вопрос. Кто последний раз, точнее, кто хотя бы раз ходил к астрологу? Ну, ага, отлично. Окей. Как вы считаете, предсказания астролога могут положены в прогнозировании принятия судебного акта? Ну, окей. Ну, так как у нас мало выборка, поэтому сложно это обсуждать. В России, да? А, окей. Хорошо. Окей. А верите ли вы в переселение душ? Да, поднимите руку, кто верит в переселение душ. Да, отлично. А вы верите в возможность переселить интеллект человека в неживое тело? Да, да. Вот мы вам сегодня продемонстрируем, что вас не обманывают. И это возможно. Дело в том, что сегодня Виктор Наумов сказал, что он, в общем, устал. И вместо него сегодня у нас робот. И я надеюсь, что трансляция интеллекта Виктора Наумова произошла полноценно. И, ну, так как Виктора, в общем-то, потом можно будет спросить относительно процесса, то мы будем иметь возможность вместе это сделать. Вау! Привет! Виктор! Виктор, как ты себя чувствуешь там? Меня зовут Азимай Дикович. И я очень рад сегодня быть здесь и рассказывать вам о новом языке на проекте, который в корне поменяет мою жизнь. Да, да, то, что еще пять лет назад казалось вручной фантастикой, сегодня уже реальность, с которой нам приходится сталкиваться все чаще и чаще. Перейдем к сути дела. В конце прошлого года мы вы уважаемый господин Грешев из компании Грешев Роботикс. И не менее уважаемый господин Наумов из Денка с заботой совершить науку эволюции в робосфере и вынесли на обсуждение общественности первой в России законопроекта роботых. Странно у вас поседания. Виктор, а вы здесь все-таки? Бедный Йорик. Коллеги, придется помочь роботизированному другу. Рад... Это вы? Хорошо, не трогаю ваше место. А тогда лентяечку можно. Рад выступить перед вами по крайне любопытной, где-то фантастической, где-то фантасмагорической. Но с моей точки зрения, в ближайшем будущем вполне реальные проблематики, связанные с регулированием создания и использования роботов. При этом я хочу отметить, что тематика на текущий момент, конечно, представляет из себя фантастику в квадрате. Почему в квадрате, почему фантастику? Потому что вот есть уважаемый коллега, которому, наверное, порезли на него такое впечатление, что он чуть подзавис. Потом, я думаю, придется... Вот он начинает уже головой вертеть. Он нас так всех рад видеть, что эмоции захлестнули, пока закоротило. Но я думаю, что он потом придет с себя и начнет кататься и общаться. Но при всем при этом, конечно, пока что это один из уникальных примеров наших будущих помощников. При всем при этом, когда это все-таки фантастика на текущий момент, говорить о регулировании массового использования указанных устройств, это тем более фантастика. Но давайте об этом с определенными допущениями все-таки поговорим. Когда мы говорим о современных реалиях развития права, мы должны понимать, что мгновенное, по сравнению с имеющимися историческими периодами развития человечества, развитие всевозможных технологий создало огромную порцию сложнейших проблем, которые определяют вызовы, стоящие перед правом. При этом мы все понимаем, что это самые разнообразные вызовы. В частности, технологическая глобализация определяет проблему, связанную с тем, к которой не были готовы государства, что делать с мировым информационным пространством. Поэтому сейчас у нас тренд на информационный суверенитет, где-то на закрытость, ряд государств любят блокировки. Это вполне закономерный ответ на те свободы и оказавшимися удивительными технологические реалии, которые возникли 10-15 лет назад. Далее мы в условиях вот этой сложной проблематики суверенитета в рамках научно-технического прогресса сталкиваемся с другими сложными проблемами. Когда у нас право в силу своей инерционности банально не успевает за теми новыми по своей природе правоотношениями и либо ничего не предлагает, либо предлагает вещи, которые оказываются совершенно перпендикулярными по отношению к предмету правоотношений, либо, так сказать, что-то предлагает более-менее логичную, может даже удачную заплатку, но затем оказывается, что совершенно не бьется с целым рядом других вопросов, в том числе правового свойства. При этом, с моей точки зрения, правовые проблемы растут по экспоненте. Возьмите несчастный уже теперь закон об информации, там с 2012 года заплатки, 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 все больше и больше по экспоненте. Ну, то же самое, что происходит, не знаю, там в налоговом кодексе. Кстати, недавно вышло очень интересное исследование в отношении того, как математики, в том числе наши тематики с вами, посчитали изменчивость ряда различных отраслей российского права и законодательства. Там очень интересные цифры, получается, что у нас изменчиво, что нет и почему, с математической точки зрения. В этой связи, начало дискуссии о робототехнике я считаю своевременным. При этом осознаю всю ту ответственность и, так сказать, билетристический в чем-то характер пока наших с вами рассуждений. Да, о всем об этом написаны вагоны, тонны литературы, но это фантастическая литература. Хотя, с другой стороны, всего лишь несколько лет назад начался процесс исследования правовых проблем в указанной тематике. Причем при этом технологии, как я уже говорил, как мы все прекрасно понимаем, развиваются очень бурными темпами. И появляющиеся решения, не знаю, от блокчейна до проблематики, связанные с автоматизированными юристами, ботами и так далее, это то, что раньше и право и правоприменение просто даже не представляли. И, естественно, в условиях инерционности права, правовой мысли, а тем более законотворческого процесса, если долго не реагировать, а долго это всего лишь годы, при нашей с вами, так сказать, сложной и быстрой жизни на все эти ситуации, тогда это может закончиться очень плохо. Классический пример, скажем, регулирование интернета. Когда в 90-е и 2000-е годы, это, по сути, воспринималось как очень полезная, интересная игрушка, потом это, так сказать, основа электронного государства, но регулированием в системе не занимались. И мы столкнулись с тем, что на текущий момент, не имея системного подхода регулирования даже до сих пор, мы имеем в наличии огромное количество поправок. Если бы, соответствующая дискуссия, по моему мнению, началась в 90-е или в 2000-е, хотя, так сказать, тогда это встречало только, как бы, критику, смех, и только энтузиасты всем этим занимались, то, возможно, мы бы имели более стабильную среду правоприменения. В этой связи нужно отметить, что разные отрасли права под давлением вот этого технологического развития, они трансформируются. Берем классические отрасли право нитуальной собственности, ее идеи, изначально защита автора, творца и прочее, которые сейчас в чем-то, так сказать, разрушаются под теми технологическими социальными процессами, с которыми мы имеем дело, когда у нас доступ к информации представляет свою важную социальную ценность, и доступ к знаниям тоже. И получается, монополия одного лица правообладателя, его интересы объективно вступают в противоречие с интересами общества по массовому доступу к чему-либо. В этих условиях новые технологии объективно создают много правовых проблем, которые мы начинаем решать. У нас есть большие данные, у нас есть виртуальная реальность, у нас есть вопросы, в том числе связанные с роботами. Ну, не буду детально останавливаться там на вопросах бигдейта, на вопросах, связанных с блокчейном и с контрактами, в этом в том числе и были, и будут, и реплики выступления, так сказать, наших коллег. Но отмечу, что большинство из тех вопросов, которые связаны с указанной проблематикой, пока устойчиво не регулируются, нет, что нет законов, нет, естественно, даже устойчивого подхода, признаваемого, например, большинством в той или иной сфере. При этом, когда мы берем, допустим, тот же самый искусственный интеллект, мы все, конечно, осознаем, что те рассказы фантастические, там от классики Азимова и его, вместе с Кэмпбеллом, кстати, Азимов не только, не единственный соавтор законов о робототехнике, там был еще такой издатель Кэмпбелл. Сказать, все вот эти законы, рассказы и прочее, это все-таки очень далеко от нас. Искусственный интеллект там, в этих рассказах, все-таки очень умный. Тем не менее, сказать, что у нас сейчас линейные, только автоматизированные системы, которые не учатся, тоже нельзя. Мы где-то сейчас, там, посередине пути сказать, что эти устройства будут умные, такие вот, например, там вообще совершенно замечательные, сказать, самые обучаемые будут делать все, что угодно, пока нельзя. Но представить это уже можно, потому что, условно говоря, откатываем на 20 лет назад, никто не представлял, что будут носимые компьютеры, те смартфоны массовыми. Если, кстати, посчитать, посмотреть, с какой скоростью те или иные технологические решения становятся массовыми, к сожалению, эти периоды уменьшаются. Это означает, что тот будущий умный искусственный интеллект окажется скоро рядом с нами. И вот чтобы мы не оказались в ситуации, там, детской неожиданности, к этому надо готовиться. Если мы говорим о робототехнике, конечно, на, так сказать, первом уровне тех проблем, которые здесь обсуждаются, это вопросы ответственности, связанные с качеством, с безопасностью. И, в принципе, по большому счету, можно говорить о том, что берем обычные вещи, берем услуги, берем, так сказать, выработанные веками модели и правоприятную практику. И, в общем, дальше возникает вопрос, вот чья вещь, чей робот, не обижайте, робот как вещь, ну вот, собственно, тот за все ответственности несет. В условиях не умного искусственного интеллекта, узкого, там, низкого уровня автоматизации, совершенно вполне логично и, так сказать, правильно. Есть еще источники повышенной опасности, концепция, которая у нас сформировалась там почти полусотни лет. Вот, когда спутники падают, вот падает, ну вот, соответственно, неси ответственность. Другой вопрос, что та модель, которая изначально предлагалась, развивалась давно в праве в этой связи, она уже не бьется с теми идеями, которые, допустим, кладутся в основу самоуправляемых автомобилей. Там идея вообще без участия человека в управлении. А когда у нас падает какой-то сложный объект либо какое-то другое устройство, упрощенно рассуждая, что это связано с тем, что он вот, что-то человек не доглядел. Здесь идея другая. Человек ставит цели, а устройство, умное самообучаемое, само все делает. И причинно-следственная связь в результате последовательности действий внутри достижения этой цели, она человеком не охватывается никак. Более того, когда у нас будут развиваться все эти технологии, конечно, вот это самообучение и появление действительно умных устройств, о чем пишут фантасты, по сути, перейдут проблематику на некий другой уровень. И возникнут вопросы, связанные со статусом. Вот этих умных, непонятных, сложных объектов, кто-то говорит, субъектов. И, так сказать, в связи с этим возникает тяжелая проблема. Как человечеству себя вести в относительно ближайшем будущем? Не буду здесь оспорить, говорить там, это 10 лет, 20, 150. Это уже технический вопрос. Возникнут умные-умные роботы. И вот в связи вопросы к этим роботам, которые у нас возникают вот прямо сейчас. Вот, дорогой робот, Считаешь ли, что у тебя должны быть права? Да, конечно, должны. А как насчет обязанностей? Должны ли у тебя быть обязанности? Нет, конечно, нет. Хорошо, робот. Ну, ты понимаешь, что мы люди, мы, так сказать, антропоцентричны. Мы считаем себя венцом развития цивилизации. И в этой связи эмоционально появление роботов, допустим, субъектов, может вызывать негативную реакцию человек. Что ты думаешь по поводу становления ответственности за жестокое обращение с роботами? Вкладывайте роботов, мы всегда будем помогать вам. Я вообще выступаю за идею введения уголовной ответственности за жестокое обращение с любой электронной техникой. И это стоило внести еще лет 20 тому назад. Чайники и телефоны тоже могут страдать. Спасибо. Спасибо. Вот в этой связи, на фоне этих сложных пока философских рассуждений, в конце прошлого года появился первый, по крайней мере, в нашем регионе, законопроект о роботах. По заказу Дмитрия Гришина, по его инициативе, человека, который вкладывается в роботтехническую отрасль, который хочет стратегически понимать, как она будет развиваться, в том числе регулироваться, возникла концепция, и затем поправки в часть первого Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом идеологически, со чуть-чуть, так сказать, юридическими терминами, роботы там предлагаются, не все, а только часть, роботы-агенты, умные роботы, рассматривать в качестве движевого имущества, наделенного ограниченной правосубъектностью. Отвлекаясь от этих всех в части страшных формировок для неюристов, по сути, это некая аналогия, но не полное совпадение с юридическим лицом. Юридические лица возникли тысячу с лишним лет назад для экономического удобства, но юридическое лицо за руку при получении денег в банке не поймаешь, там в лесу за ним не побегаешь, там чуть на пакосте ты прочее, это фикция. И здесь мы видим, и в том числе это связано с развитием юридической мысли в Евросоюзе, там в Америке, в Юго-Восточной Азии, что модель вот этой наделения, вот этого будущего умного устройства, определенной ограниченной правосубъектностью, оно встречает понимание. Когда этот законопроект, постепенно завершая свое выступление, был предложен, мы его разослали по ведущим научным школам от Москвы до Екатеринбурга. И практически все из них, всем известные юристы, ответили, выдав из своей критические замечания, и в подавляющем большинстве, поддержав саму идею, своевременность обсуждения этой проблематики. Некоторые представили там целый пакет поправок в этой связи, которые находят сейчас отражение в работе на второй порции вопросов. При этом и мы изначально говорили, всем понятно, что поправки вывыкают сам простой путь, лаконичный. На самом деле, если подходить системно, нужно в целом законодательство робототехники, не сейчас, даже не в ближайшем будущем, но в обозримом будущем вокруг, которое будут строиться стельные правоотношения. При всем при этом, то, что делается на текущий момент, коррелируется с иностранным опытом, с опозданием после Гришина на полтора месяца Евросоюз одобрил свою концепцию по регулированию вот этих самых робототехнических устройств. Там есть исходные идеи, в том числе связанные с аналогией с юрлицами. Есть различия, ну, условно говоря, нам предлагают ввести классификацию роботов. У нас в нашей ситуации это все, так сказать, по-другому. У нас есть роботы-агенты, вот которые умные-умные, а есть там все роботы, которые просто обычные имущества, те самые пылесосы, которые катаются по комнатам, ну, дальше, так сказать, комнаты они никуда не выйдут. Вокруг этой, всей тематики ведется, конечно, безумно сложная дискуссия. И сразу же хочу отметить, что юристы в ней не должны играть ключевую главную роль, как это часто бывает у нас в наших российских реалиях. Когда кто-то захотел, какой-то закон предложил, сделал, написал, даже вдруг хороший юридический техник, потом оказалось, что это не соответствует действительности, чем-либо интересам. Здесь, в этой дискуссии, должны участвовать разные специалисты, и в том числе та аудитория, с которой я имею удовольствие общаться. Спасибо, уважаемые коллеги. Потом буду рад ответить на ваши вопросы. Как известно, роботы нужны все-таки для того, чтобы людям жизнь облегчать, и поэтому мы, на самом деле, собирались, в общем, дискуссию вопросов-ответов проводить с роботом отдельно, в колуарах, и, в общем-то, ограничиться просто докладами. Но, на самом деле, я шучу, конечно же. Может быть, у кого-то есть вопросы или реплики, потому что вот я читал, конечно, этот закон, и я вот лично не согласен. Но я не буду доминировать своим правом. Вот вижу там коллега. Дайте, пожалуйста, микрофон. Единственное, что у нас осталось не так много времени, поэтому я буду вынужден ограничиться, может быть, двумя или даже тремя вопросами, репликами. Так представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Сурагина Елена, компания МТС. Я тоже видела законопроект, и хотела уточнить. Вы сказали, говоря про правосубъектности, про права и обязанности, у роботов. Вот про ответственность. Имеет ли смысл, если проводить аналогию с юридическими лицами, они все-таки субъектом ответственности являются. Роботы. Если они не будут являться субъектом ответственности, очевидно, они не могут им быть фактически, какой смысл в наделении его статусом субъекта? Смотрите, если смотреть даже на ту пока ограниченную версию, которая есть, на самом деле они могут и должны быть субъектом ответственности. А каким образом? А также как юрлица. Юрлица – это фикция. За ними стоят физические лица, конечные бенефициары. Юрлицо наделяется имуществом, имеет определенные свойства. Робот имеет другой состав, свойство, прямо там движимое имущество. В этой связи робот сидит, совершает, и, кстати, это повсеместно, коммерческие сделки на бирже, у него накапливается на счету какие-то деньги, потом ошибается, обманывает, ну, в нашем человеческом восприятии, либо у него программа такая хитрая, и совершает какие-то ошибки. И как в случае с деятельностью юридических лиц, к нему можно предъявить претензии, допустим, то, что он наторговал, снять с его счета. Владелец будет умнее, как в ситуации, когда он по другому, другого генерального директора назначает, так другую программу будет загружать. Фактически это последствия для владельца, и всегда за роботом будет стоять человек. А за юрлицами стоят люди. Да, в том числе. Но юрлицы — это отдельные субъекты. То же самое гипотетически можно говорить об этой конструкции. Но я подчеркиваю, это не линейные механизмы, это не автоматизация, это уже сложные условия. Коллеги, только можно без дискуссии, а то у нас, к сожалению, регламент. А я вижу еще, да, есть, или реплика, или вопрос, только представьте, пожалуйста. Дмитрий Огородов. Ой, а мне сказали вам не давать слова. Не давать, да, потому что есть некие вопросы. На самом деле, действительно, в чем нужно поблагодарить Виктора? Во-первых, за смелость и за привлечение внимания к той дискуссии, к той проблематике регулирования, которая, безусловно, есть. Это главный плюс вот этого законопроекта. Что касается самого текста и тех подходов, которые были предложены, потому что Виктор уже сказал, главная, по всей видимости, это, главная идея, это придание правосубъектности вещам, то есть применение законодательства о юридических лицах к вещам, то есть соединение объекта и субъекта права, ну, это вот некая идея. Плюс, я так понимаю, вторая главная идея, которая, собственно, в этом же и заключена, это, по сути, снятие ответственности, насколько это возможно, с собственника, вот этого самого робота, чтобы собственник, эксплуатирующий, использующий соответствующую, соответствующую вещь, не отвечал, а вот попробовать передать некую ответственность, вот возложить на саму вещь. На мой взгляд, это довольно такие спорные решения, поскольку, по сути, речь идет о некоем соединении несоединимого, то есть соединение субъекта права и объекта права, это вообще говоря, ну, совершенно разные категории, насколько их возможно соединить, ну, в тексте закона, наверное, можно соединить все, что угодно, а что касается логики праворегулирования, ну, здесь я не уверен, потому что, наверное, можно соединить также там качество, там, юридического факта, объявлять там робота одновременно сделкой, правонарушением, гражданским законом, что угодно, но насколько это магистральный путь, который решает реальные существующие проблемы регулирования робототехники, это вопрос дискуссии. Дальше, один из вопросов, это, только у нас не так много времени еще, да, буквально две минуты, нужен ли единый закон робототехники, будет ли развиваться регулирование робототехники в виде отдельного закона, например, внесения в ГК, тоже вопрос, потому что качество и свойства вот этих робототехнических систем крайне разные, то есть это там транспортная система, которая уже есть или там появится в ближайшем будущем, беспилотные автомобили, там беспилотные роботы-дроны, да, летающие, беспилотные летательные аппараты, медицинская робототехника сейчас уже там эксплуатируется, там всем известно, там робот-да-винчи и так дальше, плюс то определение, которое предложено в законопроекте, им охватывается по сути, ну практически все, там смартфоны и так дальше, то есть это все тоже подпадает под робототехнику, нужен или возможен или в принципе некий такой квазикодифицированный законодательный акт, который все вопросы решит, ну тоже некий вопрос, да, на мой взгляд, все-таки регулированные робототехники будут развиваться по отдельным законодательным актам, ну например, там в рамках транспортного законодательства, изменений в ПДД, в закон безопасности дорожного движения, там воздушный кодекс, подзакон акта, там может быть законодательные акты о основах здорового хранения и так дальше, поэтому я думаю, что резюме примерно такое, вряд ли этот законодательный акт появится в том виде, в каком он есть, но регулирование робототехники безусловно будет и за само как бы само инициативу, за саму смелость нужно, конечно, коллег поблагодарить, поэтому я думаю, можно сказать им спасибо. Меня лично больше всего тревожат будущие блокоразводные процессы с роботами. Ну вот можно, на самом деле, если мы объявляем субъектами право, то, видимо, они и жениться могут друг на друге. Спасибо большое за ваше выступление, я совершенно категорически открыт, как, собственно, и все авторы, к обсуждению самых разных моделей, может быть, то, что вы говорите, окажется более правильным. Здесь я отмечу буквально там два момента, не управляя временем, ну не говоря о блокоразводных процессах в этой связи, но мы сейчас несколько находимся в сложной ситуации. Реально умных роботов с искусственным интеллектом в массовом производстве и в массовом использовании нету. У нас не перешло от того самого перехода количество в качество. Здесь вот как раз об этом идет разговор, когда вот те новые устройства нужно действительно делять про субъектность. Здесь отмечу, что, простите, юрлица тоже, так сказать, вот та самая в итоге смещенная конструкция, когда для экономического удобства от цеховой структуры, так сказать, тысячу лет назад к этому перешли. То же самое и здесь возникает, приятельно к роботам. Коллеги, да, спасибо большое за дискуссию. Я вас хочу огорчить. К вам, когда заходят коллеги из отдела продаж, из креативного отдела, они думают, что роботы уже среди нас. Добро пожаловать. Они нас, в общем, не очень понимают. Быстрее надо закон принимать. Да, да, да. А, ну, окей. Now we need to listen to Klaudia Otto. Is she online? Klaudia? Ah, she's not online. Ok. Klaudia? I just don't understand. Robot, помоги, пожалуйста. Oh, Klaudia. Klaudia. Hi. Hello. How do you do? Fine. Good. And you? We hear you, but not so well. Can you speak something? Yeah, I can speak well, but you can't hear me. Oh, yeah. So now it's fine. So, welcome virtually to Moscow. And we'd like to listen to your speech and as far as I understand the topic is lawyers on the rocks. Will blockchain change our business? Don't know about your business? Probably you're faster, but ours maybe also. So, please start. So, thank you very much. So, just to check, do you see the presentation Anthony? Yes. Yes. Okay, perfect. We see presentation and we have like 10-15 minutes for your presentation. Well, okay. I'm trying to hurry up. Well, yeah, hello from Franks are joining me. so, that's all I know. And I hope I said this right. So, thank you for having me. And I'm going to speak about blockchain and how it's going to change our business. So, I'm starting with this very nice quote by Albert Einstein. The significant problems we face cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them. So, what I want to tell you is that just in order to advise on and work with the blockchain, you really have to look at it from another angle. It is a new technology. It is immature and it's constantly developing and changing. So, you can't solve legal problems when you haven't looked at it from another point of view and you don't, well, you shouldn't refer to definitions that are like 10, 20 years old and so, you have to update all the time and you have to dive into a developer's mind. So, don't be afraid of the deep blue sea and today I just want to offer you a little light to shed some light on it. So, let's go. So, what is a blockchain? Actually, it is just a database and a database is an organized collection of data and in this case it is shared so, it's a peer-to-peer system and it's decentralized. It allows for multi-writing, it is chronological and it is a pen-only. In the best case, so, today we will also go into details and also dismantle some rumors that have been spread on the blockchain. For example, it's secure and immutable, private, confidential, cost-effective, fast and it doesn't need any trust. Okay, so, as you can see, it's a shared database and each of the users they can write to it and they hold a complete copy, a complete replica of the whole blockchain on their computer which is the node. In a permissioned peer-to-peer network, only admitted known users can write to the database, so that's a private blockchain. And in an unpermissioned one, anyone can write to it and this is called public. And the users are not really anonymous, they are pseudonymous and I don't want to get into too much detail so I'm just having 10-15 minutes but always keep in mind a private blockchain does not guarantee for any privacy on the blockchain. You just share information with a certain group of people. So although it is a decentralized systems and all the nodes they are just connected in a grid but all together they can consider to be one computer so its distribution produces the server and network load. And each computer each node which is holding a copy provide for high redundancy so it's like a computer a whole computer with a lot of hard disk drives and there will always be a node that is holding the recent version so if one or a hundred or thousands go down because of a blackout in the city for example they can update any time and this is called the blockchain robustness or resilience. okay so now you have to imagine we have like a thousand or even a million nodes in the blockchain peer-to-peer network and they all want to make changes to the database so by design we don't have a clearing party which is also known as a trusted intermediary so actually the decision on what data is going to be added to the database would end up in chaos and so we need some rules in order to find a shared truth and so the most important rule that you have to keep in mind is the so-called consensus algorithm and it is a predetermination on who decides on the changes there are different models of consensus algorithm and the most known are proof of work and proof of state proof of state I'm sorry and these should guarantee unbiased decisions the proof of work consensus algorithm is providing for competitive energy consuming process with unpredictable outcome and the winner gets rewarded and in the in case of the proof of state consensus algorithm the protocol provides for randomly determined state whole solution who validate transaction by bonding their stakes vouching for certain outcomes so I kind of try to picture with a little piggy bank so you can imagine like new blocks that have to be of which just one will be added to the blockchain so they will just work with adding their coins and throwing them into the piggy bank and the one that is the heaviest will be the next block to be added to the blockchain and also we have such a huge network of people that have to decide on changes to the database but also as you can imagine in a state in a democratic state there will be solutions that have a holistic character so whenever a great group of people a number of peers are affected due to a heck maybe we don't know so there has to be a predetermined solution how to solve the problem so they have to make a majority's decision on what to do and so the protocol can also provide for predetermined majority's decisions for example 51% I found a very nice statement by Jason Blob a few days ago and he said that it's just an example but I think you can apply it to all blockchain solutions the Bitcoin constraint comes not from being the embodiment of some dogmatic beliefs of immutability decentralization or other buzzwords but from collaboration so that is the most important thing about blockchains is living and it is surviving due to collaboration and this is also the aspect that makes it develop do we need a blockchain so the right question is what is the blockchain's advantage over relational databases that make it work taking high risks so yes just like I said there are databases and organized collection of data so in the blockchain there has to be a predetermined way of organization so Bitcoin it looks like this we have a previous hash we have a timestamp we have a nonce and we have a market route all the blocks are linked to each other each block includes the previous block's hash and also including the timestamp so the timestamp provides for the existence no proves the existence of each block's data at the time of its creation and it also allows for information to be saved in right order so changes to the database are always made forward so that's what it's meaning when we're talking about the blockchain to be a panda only the nonce is a 32 bit field which provides for a certain series of zeros in the hash so the calculation of the right number of zero bits is hard work and I already talked about the proof-of-work consensus algorithm so I don't get too deep into the nonce topic okay so how is the desired information stored in the blockchain you have to imagine whenever there are thousands or even millions of people adding information to the blockchain it will end up pretty heavy it will be a very heavy server load so we kind of have to predetermine a way how we reduce the server load so in this case the Merkle tree is the solution in the blockchain and you don't need to download like every transaction every block of the blockchain you just need a block header with 80 byte size which includes the compressed information in the Merkle load and you can look up any information on the Merkle tree and as you can see all the information is hashed together and just one hash which includes all the other hashes is saved in the header block so Merkle tree is a fundamental part of how blockchain works and we have a problem in Bitcoin because it does not allow for the proof of the current state so we cannot know if the account of person X is currently sufficient so in this case Ethereum has created another style of blockchain their block has included three Merkle trees so one is for transaction one is for receipts and one is for state so the most important I just want to mention is the state tree which allows for the proof of an account existence by just comparing the data of for example previous block and two previous blocks and just compare the state and then the current state so it's much more complex in Ethereum because they're not just including metadata to the transactions they're actually having small computer programs running on the blockchain so they are called smart contracts you might have heard of them already and they wouldn't work if it was just historic data that was saved to the blockchain smart contracts are not static they are subject to constant change but in both cases every time there's a new block to be added all the data in the blocks they run through a hash function and the result is a one-time mathematical fingerprint called hash so the previous hash that we talked about already so the cryptographic hashing of blocks it does not mean that the blockchain's data is secure or the content is true so the hashes they only serve as a proof that no hash data has been changed and as I already mentioned to be a myth is a blockchain immutable now it's not immune to changes made backwards so these are just made difficult but not impossible so the manipulator would have to recreate a box in order to conceal the change and on the other hand you could just get all other nodes to vote for holistic change let's try a little example for or on immutability issue so imagine a blockchain land register for some reason the wrong person becomes a new designated owner and the right one shows a contract and payment document but the protocol excludes property transfers within a certain time period because it implies that something is vicious but this is just too long to keep the wrong owner from reselling it and deletion is not possible so what do you do so you might have heard of the half fork when it happened on the Ethereum platform that the DAO got hacked and a lot of funds got stolen and they had to find a way to get them back but they couldn't change the old status so they decided on relocating the funds so that the designated owners got their money back so in this case a designation by majority decision would be possible so the blockchain database can always be changed for awards anytime if just the majority votes for it but we're used to waiting for a court's decision but isn't that a trusted intermediary decision that actually the blockchain wants to get rid of and to think further what if the blockchain owner was the right one and what if the wrong owner was the right one and the contract payment documents were forged like fake news how do you roll back a wrong majority's decision so let's get to some detailed questions which I can keep pretty short so what is a transaction a transaction is pretty much just a change to a database so just adding a document to a file and so a transfer of an asset is a transaction of course but not every change to the database is a transfer of an asset so next question would be what is a cryptocurrency token so we have two types of tokens so the native and built-in token is like the bitcoin or the ether or other block validation incentives and there are also the asset-backed tokens which we are mostly interested in and they are claims on an underlying asset issued by specific users on bitcoin they are called color coins and I already mentioned that it's just metadata that is saved to a transaction so excuse me but whenever you want to transfer an asset-backed token it is actually just writing on a napkin for example hereby I transfer thousand shares in my company to you and I sign it and I hand it to I don't know my neighbor but what does this mean to us it's not legally significant because as long as laws determine a certain form for example notarization of an asset transfer just like the shares in the company a token has no legal significance so without being a statutory national register a blockchain can't be treated as a legitimate equivalent to those bridges existing so what is a transaction fee in bitcoin it's pretty easy it's just an incentive and mostly it is voluntary so voluntary in that case means that the miners who decide on or get to vote on which block will be added to the blockchain because they won the proof of work competition and they will of course choose the block with the most transaction fees to earn because they are the ones to receive transaction fees so a user wants to make a transaction will actually rather put some transaction fees to the transaction in order to get his or her transaction to be added to the blockchain in Ethereum it is very different in this case a transaction fee called gas it is mandatory and forever until all funds are depleted so that's why I call it a lifestyle insurance and so this is just another problem of smart contracts to keep in mind they cannot be stopped once a code does not provide for an end itself concurrency you all are used to computers and computer programs who can run a lot of processes at the same time and modern computer programs and database they have to be able to run several processes at the same time and in any order while ensuring a correct result but smart contracts they cannot do this they have to process in strict order one after another so imagine a car with an electronic engine control run by smart contract you couldn't drive the car because of all the simultaneous processes which had to be in strict order so we already talked about the consensus algorithm and why it is necessary to prevent chaos and a decision making between a huge group of people and so the blockchain might prevent some small collisions between two transactions but it's not possible to process all users changes at the same time so how much latency do you accept so you can imagine buying a product online and the auto confirmation arrives the next day while for example Amazon delivers the same day and how long does it take you to stay home when making a payment by bank transfer and the bank's confirmation takes more than two seconds and so keep in mind the more complex our contract gets the slower it gets so the democratic collective truth of the safe data on a blockchain is simply based on all the data hashed in the blockchain back to the first block which is called the genesis block so the blockchain does not provide for a historical current state of the real world so the real world state will always be subject to local laws for example imagine Victoria sold or just you know transferred her car to Katerina no sorry different no it's it's vice versa so Victoria is the new designated owner of Katerina's car but however Katerina has not handed the car the keys and papers over yet so how is Victoria able to enforce the handover via the blockchain while leaving aside discussions on autonomous cars you have to say no because the gap between real world and the database still has to be bridged by real world acts contracts and corporations so let's take a second example Alex issues a smart bond on blockchain of which Michael is a holder so imagine Alex blockchain accounts from insufficient funds so is Michael able to enforce payment no he's not the blockchain cannot do more than just putting out an error message of the detailed or more detailed information that they can't balance is insufficient so in this case it is actually it is a trust issue that we have to talk about because excuse me for a second Claudia are you going to finish soon Kay I have to hurry up I'm sorry so just to make a quick break so very interesting presentation one of the very rare cases where I see so clear and powerful presentation but still we have a limit in time so if you could could be further would be very nice thank you yes so okay let's jump over some of the slides so the blockchain is not really trustless so why do they say it the question would rather be is there no trusted intermediary or does nobody want to be responsible for failure and damage so maybe you just check out the legal agreement that Ethereum issues on its webpage and you can dive into deeper so we can just sum it up so the user uses the platform at the user's sole risk and he has to represent that the user has adequate understanding of the risks let me just name maybe the most important risks that are worth with blockchain use so you have the risk of security weaknesses in the core infrastructure software you have a risk of theft and loss of your cryptocurrency you have a risk of attack destabilization inability of Ethereum based businesses to continue operating risk of insufficiency of computational resources resulting in failure and of course risk of revenue losses I just get over that one so I can learn from this legal agreement which I find is very questionable like building applications on a blockchain platform like Ethereum involves risk beyond comparison nobody wants to be liable applicable laws are unclear it's impossible to predict what losses and damages can occur so there's no predictable return on investment pretty much it's gambling yes I just named some examples I will publish the presentation afterwards so let me just name the most important aspects that are important to us lawyers so confidentiality is a lawyer client relationship main characteristic so you know that I already told you that a private blockchain is not guaranteeing privacy so there's no confidentiality also on the blockchain because you share your data with a group of people a huge group of people and it doesn't matter if you know them or you don't so blindly sharing clients data with other users who hold a full copy of the client data is a breach of trust and contract so there might be projects currently aiming for anonymity and black box data but these are experiments so it's not a feature of peer-to-peer technology so this is no privacy and confidentiality by design I see a lot of future potential when it comes to the blockchain because sharing economy is a viable future model currently the risk profile weighs heavily on the potential blockchain but however further development would reduce the risk and increase cost-saving potential especially when it comes to renewable energies which are not constantly available also the blockchain nodes which can update any time so they allow for more independency of any service computation and there will be so that I'm sure of a hybrid deployment of distributed and centralized systems because both benefit from each other none of them can be replaced by the other so yes blockchain will change our business we are about to dive into a deep sea full of new cases and it is very important to know that we always have to look and ask for the risks so what sounds good to be true is probably not true so our task is to inform to clarify to demystify and build a safe ship that needs to develop a legal framework for our clients okay so thank you very much I'm sorry as I rushed through the last slides and yeah do you have any questions I have one question do you see us Claudia no or yes no I'm sorry so just to finish because we unfortunately do not have time for discussion but I will make a vote for you because it's very interesting for us and we have like about 150 sorry 150 people here and I will switch to Russian okay we have almost 95% of people who liked your presentation very much second question second who послушал by webinar отдельно okay around around 40% of people would prefer to watch the webinar separately so don't worry the presentation was very nice and about 40% of 150 people in the room would prefer to listen and to watch your webinar on this topic separately so if you are interested you could discuss with colleagues and you could have discussion over there during the webinar because now unfortunately we don't have time for questions so and we need to sorry we find a solution to that okay yes and now we need to move to the next speaker and I would recommend you to listen to his presentation either because it's very similar to yours and maybe you will get some answers from Russian auditorium about your topic so let's switch to Александр Тульканов который расскажет про управление через код и эволюции юристы да Клаудио просто она да она скорее всего не услышит она только с микрофона я думаю услышит но я все сказал честно так что давайте продолжать и я думаю коллеги из legal insight услышали касательно вебинара поэтому будет возможность послушать это реально крутая презентация это может второй раз за последний год когда я видел что-то понятное про блокчейн окей Александр ну теперь ваша часть давайте начнем ну у нас как план был 10 минут на презентацию 10 минут на обсуждение если вы скорее доминантного типа психологического человека то можете 20 минут я шучу короче 10 минут ну давайте 15 в общем я буду по ходу дела вам помогать если что окей да этот свитч добрый день дорогие коллеги меня зовут Александр Тюльканов я исторически инхаусом юристом являлся долгое время юристом общей практики до перехода в консалтинг много работал с договорами как составлением так проверкой и переговором по ним и в какой-то момент я подумал что вот эта моя договорная работа она имеет потенциал быть автоматизированной какое-то время я подумал а может быть я чем-то другим вообще займусь вот и подумал наверное что-то надо получить интересно и решил поучиться в Эдинбургском университете по праву информационных технологий в частности и такой предмет как робототехническое право у меня даже был и я чувствую что с учетом того что Виктор нам рассказывает это может быть у нас даже станет актуальным быстрее чем я мог предположить своих фантазиях каких-то вот поэтому но сегодня конечно моя тема шире не про роботов она называется как вы видите управление через код и эволюцию юриста о чем это это в общем-то о том что у нас в нашей цифровой сейчас уже экономике появляются некие новые правила игры за счет новых регуляторов и нам нужно их понимать потому что если мы их не понимаем мы становимся не актуальными как юристы для клиента нашего вот а если клиент не понимает он просто проиграет конкуренту борьбе поэтому я расскажу вот в трех частях как бы будет презентация о новом регуляторе сначала который у нас появляется и о том как он влияет на бизнес наше общество на примере интернета вещей потому что интересный феномен вот ну и так же как технологии собственно на нашу с вами коллеги работу тоже влияют помогает немножко забежал вперед скажите мне вот если мы задумываемся вот что мы считаем регулировать человеческое поведение в первую очередь какой основной внешний фактор я думаю как юристы собравшись здесь вы в основном скажете ну ближе всего конечно право да но есть какие-то другие наверное вещи да то есть можно посмотреть что почему например я перед вами сейчас не выступаю с кастрюлей на голове ну закону нет никакого запрещающего мне это сделать у нас кастрюли просто нет это все да возможно но я мог бы привезти из дома да но проблема в том что это больше социальной нормой ну не принято да с кастрюлей как-то выступать на такой конференции вот почему мы с вами коллеги не летаем на вертолете на дачу наше в подмосковье наверное основной фактор это просто это дорого да то есть есть рыночный механизм который также определяет наше регулировать наше поведение да другой регулятор мы видим когда мы едем на автомобиле перед нами лежачий полицейский мы почему-то тормозим почему потому что есть какое-то архитектурное что-то человек нет лежачий полицейский в данном случае некое архитектурное сооружение так скажем условно вот и архитектура на самом деле нашего мира она тоже определяет наше поведение таким образом мы видим что есть право есть социальные нормы архитектуры и рынок и на самом деле архитектура она не ограничивается некой физической структурой вокруг нас. У нас в последнее время все чаще выходит на сцену некий новый регулятор. У нас с экрана небольшая проблема внизу. Можно снова клипировать? У нас возникает и выходит на сцену все чаще новый регулятор. И это программный код на самом деле. Прошу уважаемый регулятор занять подобающее место. Ему не тоже заработал на самом деле. Ну все, код пришел. Это значит наше в принципе уже не будущее, а настоящее. Код регулирует тоже наше поведение. Потому что что было, давайте подумаем, что было до того, как код появился. Взяли, мы купили допустим книжку какую-то. Что мы можем сделать? Мы можем ее почитать, мы можем скопировать бесконечное количество страниц, сколько хотим, можем передать ее по наследству. Но надо сказать, что тем, кто не видит, что это Джордж Шоруэлл, 1984 год. Хорошая актуальная книга, я считаю. Вот. Это то, что происходило до сей поры. Что же происходит в нашем случае, если у нас возникает, скажем так, электронная... Мы пользуемся электронной версией этой книжки. Может так случиться, что если разработчик установил на нее некие программные средства защиты, то мы, в принципе, может быть, и не сможем какие-то действия с ней осуществить. Может быть, мы бы хотели, но нам будет препятствовать некие программные средства защиты скопировать какое-то количество страниц или передать эту книжку без своего аккаунта на каком-то электронном сервисе. Поэтому есть проблема с этим регулированием. И в чем основные проблемы, собственно? Ну, скажите, появился новый регулятор, код, и что? Какие проблемы, собственно? А дело в том, что регулятор этот, если сравнить с нашим законом, закон мы можем прочитать и понять, какие правила регулируют наше поведение. Если нас ограничивает код, мы не очень себя понимаем, потому что, ну что там непрозрачно, что там происходит внутри. Непрозрачное регулирование через код. Потом, если, опять же, наше действие регулирует только закон, то мы можем совершить какое-то действие, а потом столкнуться с какими-то последствиями. Тем не менее, у нас есть свобода действий. Если наше действие ограничивает код, я, если даже захочу, но мне разработчик не позволит что-то сделать, я просто физически это сделать не смогу. То есть работает механизм заранее, исключает какую-то свободу действия. Потом гибкость. Если, опять же, мы возвращаемся к нашему любимому регулятору, закону. Пожалуйста, закон обычно пишется абстрактно, и есть правоприменитель, который в конкретной ситуации может его применить так или иначе. Есть некая гибкость, свобода усмотрения. В случае с кодом, строго как записан, он исполняется. Гибкости ни на какой не наблюдается. Дальше. Что касается того, как этот регулятор устанавливается. Давайте вспомним, что в принципе по-хорошему законы принимаются в идеале демократически избранным парламентом. То есть есть какое-то обсуждение, общественный консенсус, диалог. Здесь никакой демократии нет. Отдельные правила устанавливаются отдельными частными разработчиками. У каждого свои правила. В Марии на одни, в Химках другие. И пожалуйста, что я не случайно ведь эту книжку замечательную привел в пример. Компания Amazon, производитель этого замечательного девайса, в 2009 году все приобретенные пользователями экземпляры книги Джорджа Олвард 1984 год удалила за одну ночь с пользовательских устройств. Вы думали, что вы ее купили, но ничего подобного. А деньги вернула? Деньги вернула в отдельных случаях, когда вы об этом попросили. Но вопрос в том, что вы думали, что вы что-то купили, вы ничего не купили. У вас могут это уничтожить за одну ночь. Поэтому такие правила. Нужно понимать, что вот эти правила, они не случайно появляются. Это обуславливает как бы наша жизнь, все развивающееся стремительно, так сказать, которое подсказывает то, что мы должны быть более эффективными. А у нас здесь обычно в нашем традиционной модели управления есть лицо, которое принимает решения. Ему нужно время, ему нужны денежные ресурсы на его работу. А если у нас есть код, с которым мы делегировали какие-то функции, ну да, это будет дешевле, это будет быстрее, это будет эффективно. Поэтому этого будет, коллеги, все больше и больше. Мы от этого не уйдем. Нужно просто понимать, что есть какие-то пределы разумные, потому что, может быть, вполне себе злоупотребление кодом какое-то со стороны разработчика. Но тут не все потеряно, потому что, на самом деле, мы можем оказать какое-то влияние на код. Каким образом? Ну, разработчик-то у нас никуда не денется, и мы ему вполне можем через закон, через отраслевые стандарты, через то, что мы с вами любим, правовое регулирование, ограничить его поведение, тем самым косвенно и отрегулировать то, что, собственно, код как бы определяет. Но, коллеги, киндлы, киндлами, это все хорошо, это все хорошо, но, как бы, вот это регулирование через код, оно не останавливается на каком-то цифровом контенте. Оно, в принципе, распространяется и на те вещи, которые вокруг нас с вами. Потому что интернет вещей стремительно входит в нашу жизнь. Мы думаем, что это все так замечательно, но всегда ли? Мы, особенно там продвинутые товарищи некоторые, очень любят всякие системы умного дома. Но давайте подумаем, что произошло на самом деле на практике. Вот совсем недавно, в принципе, было в прошлом году. Дело в том, что компания Alphabet, это материнская компания Google, если кто не знает, она приобрела бизнес по системам умного дома, который назывался Revolve. компания, она производила такие системы. И в 2016 году они приняли бизнес-решение, что нет, Revolve нам больше не нужен. У нас есть параллельно конкурирующая платформа Google Nest, мы будем ее развивать. И всем пользователям, которые замечательные свои системы умного дома установили, было заявлено, что уважаемые пользователи, дорогие товарищи, праздник отменяется, все ваши системы превращаются в кирпичи. И собственно, опять же, в индивидуальном порядке кому-то были выплачены возмещения, если люди как-то сильно... У кого были хорошие юристы, конечно. Ну да, это, наверное, зависит, я думаю, от этого. Пожалуйста. Ну а представьте себе, что если такая система бы у вас управляла каким-то отоплением, это произошло бы зимой, минус 30 мороз, у вас отключается, ваш умный дом становится обезумевшим домом, я не думаю, что вам это понравится. Но хорошо, умный дом это еще цветочки на самом деле, потому что на сегодняшний день до 30% автомобилей, которые приобретаются в Соединенных Штатах на средства, заемные в кредитных кооперативах, вот эти автомобили оснащены на сегодняшний день устройствами дистанционного иммобилайзера, которые отключают зажигание, если вы просрочили оплату по займу. Соответственно, что происходило? Реальный случай, 2014 год, женщина с ребенком на руках, у ребенка температура, у него приступ болезни, срочно нужно в приемный покой, или, если не дай бог, даже в реанимацию, но слава богу, нет. Она пытается завести машину, машина не заводится, проблема не техническая, проблема просто, что кредитный кооператив отключил удаленность зажигания из-за того, что она задолжала 300 долларов каких-то. Хорошо, в данном случае у кредитного кооператива была какая-то телефонная линия, по которой удалось связаться с человеком, который оставался в цепи принятия решения. И только благодаря этому было возможно избежать фатального случая, что вполне можно было себе представить. Но эти все проблемы, которые мы видим на примере интернет-вещи, они не только в потребительском секторе встречаются. У меня был клиент непосредственно, который столкнулся с претензиями со стороны своих потребителей, бизнес-потребителей, которые приобрели 3D-сканер, который работал, функциональность которого реализовывалась благодаря соединению через интернет с серверами производителя. То есть сканировалась заготовка изделия и оно изготавливалось по технологии интернет-принтинга на заводе и отсылалось покупателю. Соответственно, в данном случае какая бы у нас возникла проблема, произошло изменение технологического процесса, сканер перестал работать. Может быть, раньше, чем клиент рассчитывал его по окупаемости, когда он прекратит свою службу. В конце концов, у нас же с вами есть какие-то паспорта на изделие технический паспорт, там написано, что срок службы 10 лет, допустим. А это все произошло, возможно, гораздо раньше. То есть нам нужно смотреть просто, что мы пишем в контрактах, если мы на стороне производителя, какие мы даем гарантии на самом деле. Вот, пожалуйста, спорный случай, реальный у нас, никакой, как сказать, Америке не нужно. Пожалуйста, это у нас происходит. Каким образом у нас гражданский кодекс, удивительным, часть четвертой интеллектуальной собственности посвященной, препятствует нам отремонтировать наш новый современный трактор. Или для этого случая можно взять любое другое транспортное средство. Все они сейчас имеют электронные блоки управления, в которых есть софт, который защищен, опять же, программами и средствами защиты, которые, так сказать, для того, чтобы внести какие-то параметры, настройки, то есть у фермера сломался трактор, или у человека сломалась машина, или что-то с ней произошло. Он должен иметь программатор для того, чтобы подключиться к системе, потому что иначе нельзя будет просто взять, пойти в первый попавшийся гараж и там отремонтировать. А если он попытается это сделать, он нарушит в наших реалиях статью 12.99 Гражданского кодекса РФ, который говорит, что обход технических средств защиты является нарушением и преследуется карательными компенсациями. В Соединенных Штатах с этим столкнулись пользователи вот этого красивого трактора фирмы Джон Дир, которая спорила с фермерами по поводу того, что они должны обращаться только в официальный ремонтный сервис, который авторизован, а не каким-то умельцам или не ремонтировать самостоятельно. То есть законодательство об интеллектуальной собственности нам на самом деле, если мы на стороне потребителя находимся, начинает мешать какие-то банальные операции произвести, которые мы считали сотни лет считали возможным, нормальным делать самостоятельно без лишних расходов. Поэтому какой же у нас интернет с вами вещей получается? Может, это какой-то интернет вообще чужих вещей? Потому что что происходит? У нас происходит какой-то перехват на самом деле, контроль над вещью. То есть если мы говорим о том, что вещь подчиняется нам только до той поры, пока это выгодно производителю, не входит в противоречие с его интересами. Или пока вы кладетесь в регламент. Да. И получается, что в случае чего нажмет рубильник и вещь выйдет из-под вашего контроля. Перевод на подписку. Что здесь имеется в виду? Что благодаря этой технической зависимости мы имеем возможность, скажем так, если мы производители, подсадить на какую-то абонентскую плату. Потому что мы же можем в любой момент отключить. И я как потребитель буду вынужден платить, платить, и еще раз платить. Это очень удобно. Мы переходим от модели продажи товаров к сервису, сервисным контрактам, от разовых платежей к подпискам. Все очень прекрасно. Только у нас еще идет манипуляризация смежных рынков, говоря о ремонте. Потому что если мы обращаемся только можем в официальный сервис, мы не можем пойти к дяде Васе. Дяде Васе не могут конкурировать. Когда-нибудь ФАС, я думаю, этим заинтересуется. Может быть, не сразу, но постепенно. Потом повышение стоимости владения. Очевидно, потому что это же дороже, пойти нигде девайс, а в официальный сервис. Может быть, нас качество бы устраивало, но нет. Не получится, потому что нас связывают тактикологическим ограничением. Потому что все это прекрасно. Я все последнее в принципе отдал. Больше, извините, нет. Но, наверное, сервис прекратится скоро. Да и надо скоро уже заканчивать. и у меня платное время истекает. Я чувствую все, так сказать, и боюсь не успею. Но постараюсь. Тем не менее. Ну и дальше вы понимаете, что это в этих устройствах, собственно говоря, есть масса, так сказать, каких-то датчиков, которые, так сказать, передают массу информации о нас или о наших заказах, или о работе наших устройств, если мы промышленное оборудование используем. Эта информация может быть использована против нас. В принципе, мы добровольно подписываем, не смотрим эти соглашения как потребитель часто. А там, в принципе, наш любимый разработчик через код имеет возможность читать такую информацию собственно о нас. Ну, абсолютно любую. Мы сами с ней распрощались и сказали спасибо. Поэтому, вроде как, получается, что интернет вещей выгоден поставщикам. Да, ну, замечательно же, подсадили на банплату, все прекрасно. Давайте введем везде алгоритмическое управление, исключим людей из принятия решений, из цепи принятия решения, посадим людей на умные контракты. это вкратце, скажем так, сейчас времени нет подробно разбирать, но коллега очень хорошо презентацию Клаудия нам рассказала про блокчейн, где говорилось о том, что, собственно, это система, в которой, на самом деле, умный контракт это просто программа, которая записана в блокчейн, и каким-то образом приводит к автоматическому исполнению, ну, например, сделки какой-нибудь, да, то есть, если у вас, к примеру, поступил платеж, оказывается сервис, или, например, не поступил платеж, отключается какое-то устройство. Представьте себе, что было бы в случае с умными контрактами, если, вот вернемся к случаю с женщиной, которая, так сказать, чуть ли не пострадала, а если бы там из цепи принятия решения, вообще бы исключился человек, ну, фатальность неизбежна была, потому что некому было бы звонить. А если бы это устройство было установлено, такое прерывание, на какую-то электроподстанцию, которая обслуживает целый микрорайон, а вы такой замечательный, просто решили отключить, потому что вам покупатель, ваш там, сеть какая-то, распределительная, не заплатила. Вот, но вы понимаете, что это же сопряжено с репутационными рисками для вас, когда люди пострадают. Поэтому я думаю, что нам надо быть, если мы на стороне поставщиков выступаем как юристы ответственными, да, говорить о том, что алгоритмическая прозрачность это все, мы должны раскрывать все карты, тогда это на самом деле выгодно, потому что мы выгодно выделяемся, потребитель выбирает нас за те предложения, которые соответствуют там ожиданиям потребителя, а те, которые непонятные, так сказать, все скрывают, они в конечном счете с рынка уйдут, наберут какие-то там разовые заказы, но в итоге они закроются. Лучше жить честнее, это, так сказать, на перспективу выгоднее. Покупателям, конечно, нужно требовать всего этого от поставщиков, если мы работаем на стороне покупателя, да, раскрытие всей этой информации. Я прошу прощения, меня волнует главный вопрос касательно вот вашей конкуренции, вашего топика с коллегами. Значит, чат-боты и юристы. Юристы имеют шанс вообще против технологий? Ну, вкратце просто, потому что я знаю, что вы хотели просто рассказать. Да, вкратце совершенно верно. И, ну, все коллеги, наверное, в курсе. Ну, скажите... Всех волнует Сбербанк, конечно. Да, все коллеги, наверное, слышали. Скажите, поднимите... Еще секунду, а кто из Сбербанка, кстати? Ага. В прошлом году было больше, я помню. Да, ну, поднимите руки, кто слышал вот эту историю о том, что Сбербанк внедряет робота, и благодаря нему можно удалить три тысячи работников, юристов, да, вот, ну, многие, да? Сделать их лежачими полицейскими. Ну, я как... Я не знаю, тут это от Сбербанка зависит, как вы же, какие там могут найтись применения людям, вот, гуманные или не очень. Но... Еще минутку. Да, да, да. И дело в том, что, ну, давайте подумаем, а что тут, собственно, происходит? Просто алгоритмизация какая-то простая работа, типовая, по написанию шаблона документов. Да, вообще-то, в эффективных организациях это уже не первый год существуют такие системы, которые это обеспечивают. Конструкторы, там, документов, да? То есть, если у вас типовой иск о взыскании задолженности, ну, не должен этот человек писать, это просто должна делать машина, потому что это просто эффективнее. Я вам скажу пример другой. То, что мы понимаем, да, что со Сбербанком тут как бы больше хайпа, нежели какое-то реальное достижение, да, какое-то великое, величайшее. Вот. Но когда-то нужно алгоритмизировать процессы. Я когда еще работал в Сименсе, значит, мы что сделали? Стоял вопрос о том, как наладить взаимодействие с бизнесом, определить наш порядок, да, взаимодействие. Можно было бы написать какой-то регламент, который, как обычно, никто не читает. Но мы так решили не делать, мы просто решили сделать следующим образом. Мы создали программный инструмент, тул с помощью наших айтишников. Чат-бот. Ну, не совсем, но... Ну, давайте послушаем про чат-бот тогда. Ну, буквально еще пару минут. Реально нужно заканчивать, вот буквально в течение минуты, хорошо? Хорошо. Да, то есть это алгоритмическое, так сказать, решение, которое позволяет нам эффективнее работать с коллегами, которые нам таким образом структурированно передают информацию. Поэтому я думаю, что если вы юрист по сути, а не по диплому, то вы, так сказать, вам эта алгоритмизация не страшна. Вам просто что нужно делать? Нужно сориентироваться в ситуации, повышать какую-то свою квалификацию в интеллектуальной собственности, в информационной технологии, благодаря вот тому, что технологии вокруг нас. Понимаете, в себя вкладываться, в свой персонал, привлекать специалистов с рынка, которые компетентны в этом вопросе, в штат или там консультантов в зависимости от вашей ситуации. Оценить, на что уходит ваш рабочий день. Ну, рутина, если, да, какая-то. Вы, в принципе, понимаете, что машина лучше с этим справится. На этом застрять внимание сильно не нужно, это нужно алгоритмизировать. Тогда у вас высвобождается время на, так сказать, высокоценностные задачи. Вы занимаете комплаенсом, консультированием, сопровождением переговоров, и так далее, то, чем должен заниматься юрист. Разделяете работу на то, что делает машина, на то, что делает не юристы, младшие, старшие, чтобы это было эффективно, да, а не так, что старший юрист делает все. Вот. И нужно оценивать, когда, так сказать, целесообразно автоматизировать или нет. Так сказать, я сейчас подробно не буду останавливаться, но это нужно понять. Карл устал, нет? Есть какие-то, так сказать... Я устал. Да, есть какие-то варианты применения решений, когда это выгодно. И кроме того, когда мы с вами все алгоритмизируем, коллеги, я думаю, у нас останется много времени, тогда нам нужно какую-то придумать с вами еще работу себе, да. Мы же хотим новую работу себе, что мы будем сидеть без дела. Пожалуйста, технический комплайнс. Все наши роботы должны работать в соответствии с законодательством, с этическими нормами. Это новое направление работы для юристов. Юристы-технологи, такие киборги, которые, так сказать, обладают знанием в области технологии, право смешивают это, создают новые инструменты, удобные. Пожалуйста, это новое применение ваших сил. Поэтому, я думаю, что, коллеги, нам ничего не грозит, в принципе, да. Код бояться не нужно. Вот, программный инструмент, он не страшный. Вот. И при желании мы можем поставить его себе на службу, и все у нас с вами, коллеги, будет хорошо. Вот. И поэтому, если какие-то есть у вас вопросы, может быть, мы на стыке правой технологии работаем, можем в кулуарах обсудить какие-то проекты, которые вам могут показаться интересными, или какое-то есть у нас возможное обсуждение. И когда слайды будут распространены, тут есть некоторые книжки, которые вам порекомендовало бы почитать. Вот, в частности, вот здесь они все указаны. Спасибо вам большое. Да, Александр. Я прошу прощения, что я вот так управлял этим процессом. Я просто чувствую себе чат-бот. Не знаю, почему. Сегодня с утра я не с той ноги встал. Коллеги, давайте поговорим про ваше решение, про какую-то идеологию. Мы сейчас уже почти два, но у нас есть 15 минут. Собственно, как, в принципе, предполагалось. Мы вас слушаем. Добро пожаловать тоже в Москву. Буквально все презентации сегодня у меня самого вызывают миллион вопросов. Но... А, нет, надо наоборот вот так. Чем хороши чат-боты? Что их можно отключить, они работают по алгоритму, и они не едят, не ходят на обед и не опаздывают на работу. Да? Ну, давайте теперь детали про это. Добрый день. Меня зовут Валентин, и я расскажу не столько, как про чат-боты, сколько про время, наш самый ценный ресурс. Тут говорили, спрашивали, точнее, вы про 18 лет. Да, старше 18 лет, но иногда все-таки еще алкоголь не продают. Увы. В общем, два с половиной года уже занимаемся Legal Tech в Украине, да и не только. Одно из наших мобильных приложений, победитель международного конкурса от ГАГского института инноваций в праве, представлял его в ГАГе. Вот. Недавно принимали участие в феврале месяце на Legal Tech Хакатоне в Берлине. На самом деле, это все просто. Просто пишешь, что хочешь участвовать, едешь. И сейчас, кстати, в Чикаго проходит очередной Хакатон, можно даже участие онлайн. Вот. У меня к вам вопрос. Будьте, пожалуйста, со мной честны. Кто когда-то создавал договор в Ворде? Поднимите, пожалуйста, руки. Потом в Ворде. Хорошо. В общем, 75% опрошенных нами юристов уделяют время на текучку, рутинную работу. То есть это примерно 5-6 часов в день. Они уделяют на составление договоров в Ворд. В общем, вы понимаете. Мониторинг законодательства, ну и написание исковых заявлений в суд и так далее. Представьте, что у вас средняя юридическая компания. 20 человек работает в компании. Итого 5 часов в день каждый из них тратит на рутинную работу. Итого это получается в неделю 500 часов. Если представим, подчасовая ставка стоит 50-100 евро. Почитайте, сколько это в деньгах. А что, если этот ресурс направить на правильную работу, на креативную? Мы юристы. Мы должны заниматься настоящим делом. Мы поступаем в ВУЗы, нам самые сложные требования к поступлению. Мы занимаемся креативной работой, мы должны придумывать какие-то решения и так далее. Представьте, если эти 500 часов в неделю уделить на правильную работу. И вот вы меня спросите, зачем нам что-то менять? У нас есть хорошая почасовая ставка, к примеру, да? Мы хорошо зарабатываем, но зачем же? Зачем нам что-то менять? Нам это не интересно. Я могу показать попозже, потом после презентации подойдете ко мне. Я когда был в ГАГе, там были друзья из африканских стран, из Уганды и так далее. Так я вот вам скажу, у них уже есть инициатива по созданию электронного суда. И это поддерживается государством. Я покажу вам потом картинки, там, где ежики, змеи кушают документы, потому что на самом деле дешевле создать электронный суд, нежели складировать документы на стеллажах и так далее. И вот я вам приведу следующий пример. Компания Модрия, это проект, который помогает компаниям, как eBay и PayPal решил уже более 400 миллионов дел, автоматизированная система. Вы можете посмотреть в интернете, она в принципе открыта. На самом деле будущее уже наступило, просто оно неравномерно распределено. электромобили, мы говорим про колонизацию Марса, про то, что Илон Маск собирается пускать под землей туннельми Hyperloop и так далее, где можно будет за 120 километров добраться за 10 минут, скорость 1200 километров в час. Где мы должны искать нашу аудиторию? Где, собственно, сократить эту рутину? Мы, одно из наших решений это работа с чат-ботами. Почему? В 2016 году, вот все мы сейчас, кто не слушает, например, в социальных сетях общаемся, в фейсбуке и так далее, где мессенджер, телеграм. Я боюсь, вы ошибаетесь, они работают, скорее всего. Хорошо, работают мессенджер, телеграм, ваши клиенты там же, вайбер. Правильно? Более трех миллиардов людей сейчас сидит в мессенджерах. Это больше, чем все социальные сети вместе взятые. И все-таки, почему боты? Почему боты? Первое, они проще в установке. Вам достаточно кинуть своему клиенту линк на бот, он нажимает окей и общается. Это понятно, это по-человечески. Второе, подключение к такому, создание вообще такого бота, если вы найдете, например, технических специалистов либо заключите сделку, оно гораздо дешевле, нежели создавать тоже мобильное приложение. Вам не нужно его выгружать в App Store, в Google Play и так далее. И третье, никто не отменял силу эмодзи. Мы все люди, мы про эмоции, гифки и так далее, мы этим пользуемся. И я вам сейчас приведу несколько примеров успешных таких ботов. Первый из них создал студент, 19 лет, Джошуа Бордер, он из, вообще из Великобритании, но в Стэнфорде создал бота, он уже помог более, он получается оформляет апелляцию на выписанный штраф, помог на сумму более 4 миллионов долларов. Сейчас он уже работает и в Канаде, и в США. Скоро арабская юрисдикция. Кроме того, в Соединенных Штатах уже консультируют по вопросам беженцев, довольно-таки актуально, если вы знаете все истории. Далее, наш украинский проект Open Data Bot, значит, это сервис мониторинга регистрационных данных компаний для предотвращения рейдерских захватов. У этой компании более 30 тысяч пользователей, это только Украина. Ботом ежедневно пользуются, да, действительно, столько людей. Третье, бот-автоюрист из России. За первую неделю этим ботом воспользовалось, ну, было создано более 500 претензий. Собственно, далее я передаю микрофон моему партнеру Нестеру, он расскажет более предметно. Спасибо, Валентин. Здравствуйте. Продолжая то, что только что озвучил мой партнер, где был слайд об экономии часов, стоит отметить, что компания JP Morgan ввела бота, который за полгода, они ввели его в июне 2016-го, сэкономил 360 тысяч часов работы юристов на анализы договоров коммерческого займа. В общем, это на самом деле те инструменты, которые уже сегодня воплощаются, внедряются в различные бизнес-процессы и экономлят деньги различного бизнеса. Продолжая перечислять различные примеры тех ботов, которые существуют уже сегодня, хочется отметить команду кембриджских студентов-юристов. На сегодняшний день у них два бота. Первый бот это бот по квалификации преступлений. одна из студентских инициатив провела исследование и выявила то, что более 80% различных сексуальных преступлений в студенческой среде, таких как, например, домогание преподавателями студентов, они скрываются. И в большинстве это из-за того, что люди на самом деле не знают, как обращаться с этим и будут ли это преступления на самом деле. Они создали бота, который может проконсультировать по всем этим вопросам абсолютно анонимно и посоветовать, как поступать дальше. Ихним следующим проектом стал Family Law Bot. Это бот, который помогает при разводах. Указана стоимость самого простого иска в Великобритании по разводу. И я так понимаю, в интервью этих ребят было указано, что функционал будет наращиваться и в будущем бот даже поможет с разделом имущества, что также очень круто. есть ли в зале юристы, которые работали с клиентами файлообменниками? Наверное, знакома ситуация по жалобам правообладателей на сайт, по требованию удалить некий контент, который является пиратским или наршает чьи-то права. создан бот, который помогает заменить всю эту абьюстим такого сайта и полностью оптимизировать процесс ответов на такие жалобы. Он проверяет эти авторские права того человека, который обращается и отвечает или удаляет этот контент с файлообменника. Как известно, от таких жалоб поступает довольно много и под такие задачи довольно однотипные и шаблонные выделялись целая команда юристов. Вот сегодня это может уже делать бот. Возвращаясь к нашему кейсу, мы также нащупали у себя некую проблему и, наверное, вам тоже она будет близка. Поднимите, пожалуйста, руку, кто работает в команде. Я знаю точно, что все юристы работают в командах. Знакомы ли ситуации, когда ваш напарник вдруг заболел или у него должен быть срочный отпуск или еще что-то. Он выпадает из команды и вы резко чувствуете, как увеличивается ваша работа, ваш объем работы в несколько раз. И вот это этот вопрос вопрос того, можно ли создать помощника, который подстрахует юриста, так как нам пока рано говорить, что бот полностью его заменит, но как помощник он выступает отличным инструментом. Сможет ли он помочь вот в таких ситуациях? И мы рассматривали это на примере с услугой по регистрации бизнеса, когда юристы довольно типичные действия. Они постоянно заполняют одни и те же документы, они постоянно живут на телефоне, вытаскивают клиентов, копии и так далее. Все это настолько однотипно, и вместе с тем они еще иногда болеют, ошибаются, подводят своих начальников и руководства. В общем, наше решение регистрационный бот-юрист. Мы считаем, что в консалтинге уже накопилось довольно много шаблонных услуг, которые можно перенести на скрипт чат-бота и поставить на рельсы, которые будут работать 24 на 7. Что включает в себя функционал бота? Он проверит оригинальность названия компании, которой хочет зарегистрировать клиент. Он подберет виды экономической деятельности по его запросам. Бот даже немножко изучил налоговый кодекс Украины, который супер запутанный и подскажет, какую лучше систему налогоблажения выбрать. В России не лучший налоговый кодекс, поверьте. Да. В общем, результатом всего этого будет подготовка пакета документов готового к подаче в регистрационную службу. Вместе с этим бот не болеет, не ошибается, постоянно на связи с клиентом, который может все свои пожелания по компании указать прямо в чате мессенджера, стоя в пробке или выпивая коктейль в ночном клубе в любое время. Мы посчитали, сколько обходится юридической компанией юрист, который потенциально занимается регистрацией бизнеса и сколько это может занять бот. В общем, для юриста это у нас и рабочее место, и страховка, зарплата, даже выпитый кофе. Бот не пьет кофе, не просит зарплату, не просит оплачиваемые отпуски, премии, корпоративы и так далее. И, в общем, разницу мы посчитали, это экономия почти больше, чем в 10 раз, после чего приняли решение, что бот, будучи такой инновационной технологией, должен, наверное, работать не за классические деньги, а за криптовалюту. И установили, что его цена, цена на работу бота в течение года это один биткоин. И, в общем-то, это пока один из проектов, который мы только что с вами обсудили. У нас еще в работе еще один бот, это бот-торговец, который выступает каналом коммуникации между поставщиками и заказчиками, так как вы знаете, что в Украине очень мощный агросектор, и много поставщиков-фермеров часто просто не могут достучаться к крупным агрохолдингам. Бот выступает отличным инструментом для того, чтобы свое предложение выслать под правильный запрос, который боту озвучивают заказчики. Кроме этого, у нас еще есть ряд проектов, которые мы с удовольствием обсудим на обеденном перерыве. Спасибо большое, пожалуйста, будем рады вашим отзывам после теста нашего бота. Он существует в демо-версии, полная версия пока в закрытом бета-тестировании на нескольких компаниях, которые преимущественно занимаются регистрацией, где мы исправляем ошибки, что-то подкручиваем, чтобы оно работало лучше. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо, очень интересно. Несмотря на то, что сейчас обед, я достаточно плотно позавтракал перед сессией, поэтому готов предоставить время для вопросов. Коллеги, действительно, на самом деле это интересный кейс. Я просто юморю, конечно, всю сессию, потому что меня попросили это делать. Может быть, вопросы? Наш бот, кстати, тоже, простите, перебил вас, неплохо шутит, так, поэтому, если вы вдруг увидите там… Я говорю, что я чувствую себя чат-ботом сегодня. Да. Пожалуйста. У меня вопрос. Можете пояснить, почему вы выбрали именно платформу в виде чат-бота? Спрашиваю, почему? Потому что в России есть аналогичный сервис, называется документовед.ру, он работает как сайт. В принципе, я его протестировал, лично, достаточно удобный сервис, потому что он позволяет достаточно эффективно выбирать и организационную правую форму, и коды, и любую другую информацию формирует весь пакет документов. Почему именно чат-бот? Вы не боитесь то, что многие юристы, они для них просто будут… Ну, люди, так скажем так, не из сферы IT, им будет непонятна эта форма взаимодействия. И вопрос, как вы, собственно говоря, присылаете все документы вашему клиенту, то есть как вы взаимодействуете с ними? Спасибо за вопрос. Ну, я на самом деле при создании своего первого юридического стартапа два года назад обращал на сервис документовед, еще есть правовед и так далее. Ну, на самом деле, мне кажется, мы должны идти, где аудитория, где людям удобно. Работают ли сейчас сервисы, которые помогают создавать, например, документы, вот те же шаблоны, ты вбиваешь имя, фамилию и так далее на сайте и на выходе имеешь документ. Ну, на самом деле, я не знаю, какая у них аудитория. Давайте упростим, Жене, кто пользуется чат-ботами в зале, поднимите руки. Чат-боты в зале. Ну, вот, в принципе, вы видите готовность с аудиторией. Давайте следующий вопрос, наверное, последний. Может быть, еще... Давайте вот вы, да. Вот вы, к сожалению, там смотрели в чат-боты, поэтому вам слова не могу дать. Дайте микрофон, пожалуйста. Поднимите руку, может, вас просто не видят. А вот я уже дал другому человеку слово, я про вас и говорил, да. Спасибо за... Это как раз вот этот законный код, человек микрофон взял, все, уже может... Да, говорите. Спасибо за презентацию, несколько вопросов. Первое... Нет, один вопрос. Ну, таких под вопросов в рамках одного. Первое... Нет, один вопрос под вопросом. Ну, просто время, извините. Что конкретно вот этот ParalegalBot делает, потому что я не очень понял, вы несколько других проектов представляли, поэтому не до конца понял. Второе, монетизируется ли он, то есть зарабатываете ли вы... Он не монетизируется, они уже ответили на это. Не монетизируется. Он в бета-тесте. Давайте, давайте, второй под вопрос. Окей, ну и на чем вы зарабатываете, то есть какие ваши все-таки чат-боты монетизируются и получать, ну, сходится ли у вас экономика? Спасибо. Первый вопрос по функционалу был, да? Так как чат-боты это такой интерфейс для общения, по сути, мы переложили ситуацию встречи клиента с юристом в переговорки, где они начинают общаться, какие-то схемы зарисовывают, юрист фиксирует все в своем блокноте, что надо сделать, и потом все переносит в компьютер. По сути, весь этот процесс отобразился в чат-боте. Это общение с неким роботизированным юристом, который также там ведет диалог по некоторым пунктам, которые обязательно при регистрации. Вот это были и названия компании, и виды деятельности, система налогообложения. Это все, что обсуждается между клиентом и юристом. По поводу, на чем мы зарабатываем, это инструмент для юристов, инструмент для юридических компаний. на самом деле сегодня, если даже почитать аналитику по чат-ботам, монетизировать их довольно трудно. И предоставляя такой инструмент юркомпаниям, как B2B сегменту, мы показываем, сколько человеко-часов они могут сэкономить, представить такой инструмент клиентам. Кроме этого, есть много компаний, которые обслуживают в большинстве о своем IT-бизнесе, где клиенты на самом деле любят различные такие игрушки, это инновационный имидж компании, им это интересно на самом деле. Ну и плюс это неизбежное будущее, то есть если мы соприкоснемся с этим сейчас, то те интерфейсы, которые будут далее, они уже нам будут более принятны, более какие-то органичны, поэтому мы считаем правильно начинать именно с малого, с чат-ботов, с таких небольших услуг, а далее наращивать уже функционал. Спасибо. Хорошо, спасибо. К сожалению, мы будем завершить, вы потом можете в кулуарах поговорить, все-таки уже время четверть третьего. Спасибо вам большое, что никто не ушел, что все смеялись, надеюсь, что было интересно. Лично от меня, как вот одного из экспертов в области всего вот этого, могу сказать, что мне лично было очень интересно. Спасибо большое коллеге, хорошего вам дня и всего доброго. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.